Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия. Мы рады приветствовать вас здесь, на втором дне Международной научно-практической конференции «Актуальные направления цифровой трансформации и перспективы развития специального и инклюзивного образования». Вчера мы начали работу нашей конференции. Вчера прошли две секции. Первая секция – дистанционное образование детей-инвалидов, региональные практики. И секция номер два – реализация адаптированных образовательных программ в условиях сетевой образовательной среды. Сегодня у нас продолжается тема использования цифровых ресурсов с детьми с особыми образовательными потребностями. Давайте, наверное, так расширим аудиторию с того контингента, обучающихся, с которыми мы работаем. Сегодня пройдут две секции. Сейчас в 11 часов по Москве будет открыта работа секции номер 3 – цифровые технологии в образовании детей, находящихся на длительном лечении. И секция номер 4 пройдет сразу после нее в 13 часов по Москве – цифровая трансформация дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Для начала, пока наши коллеги собираются, я имею в виду слушателей, скажу несколько важных моментов. У нас предусмотрено оформление сертификатов участникам конференции, которые захотят их приобрести. Вся информация будет представлена в чате официального YouTube-канала, той трансляции, в которой вы сейчас находитесь. Сертификаты можно заказать на сайте мобильного электронного образования. Сертификат на посещение одной секции приравнивается к трем часам академическим, которые можно использовать в накопительной системе сертификатов. Как только вы накопите достаточное количество часов для получения удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации, вы затем сможете суммировать те часы, которые вы набрали, и обменять сертификаты на удостоверение. Для пользователей, которые приобретут пакеты «Профи» или «Эксперт», на сайте мобильного электронного образования предусмотрена выдача сертификатов сразу на 18 часов данной конференции. И эти 18 часов можно сразу будет обменять на удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по программе обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Соответственно, модуль 18 часов. Сразу забегая вперед, скажу, что, потому что уже вчера появились первые вопросы по поводу того, где получить удостоверение. Ну, во-первых, у нас еще не окончена работа нашей конференции, поэтому 18 часов еще человек теоретически не мог прослушать. После этого еще будет пятница, у нас технический такой день сбора всей информации, презентационных материалов, спикеров и так далее. После чего с 7 февраля мы начнем работу по тестированию тех слушателей, которые захотят обменять сертификаты на удостоверение о курсах повышения квалификации. Также хочется сказать, что любые пользователи платформы или гости сегодняшние конференции могут опубликовать свои статьи и методические наработки в нашем сборнике, в который индексируется РИНС. И также вся информация подробно представлена на сайте мобильного электронного образования, где присутствует калькулятор, где можно рассчитать стоимость вашей публикации. Помимо этого, хотелось бы сказать, что сегодня многие наши спикеры будут говорить как раз о мобильном электронном образовании, об использовании этой платформы в работе с детьми с особыми образовательными потребностями. И я в очередной раз обращаю внимание свое, что любой педагог в любой школе Российской Федерации, любой учитель, родитель имеет возможность подключения бесплатного доступа к контенту мобильного электронного образования, если примет участие в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики». Для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте цифровой образовательный контент. Оператором этого проекта является университет Иннополис. И в ответном письме после регистрации нажать кнопку «Активировать контент мобильного электронного образования». Таким образом, абсолютно любой учитель в любом городе Российской Федерации, любой родитель, любой ребенок может получить доступ к контенту МЭО. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить наших информационных партнеров, которые приняли сегодня участие в распространении информации о сегодняшнем мероприятии. Это методический журнал «Логопед», издательство «Творческий центр сферы» и независимое педагогическое издание «Учительская газета». Ну что ж, мы открываем работу секции номер 3, поговорим о цифровых технологиях в госпитальной педагогике. На секции будет представлен опыт обучения и воспитания детей, находящихся на длительном лечении, федерального проекта «Учим-знаем». И я рад поприветствовать нашего первого спикера. Это Далуев Иван Юрьевич, кандидат исторических наук, руководитель программ регионального развития проекта «Госпитальных школ России. Учим-знаем». Тема выступления – мобильное и электронное образование, единое цифровое образовательное пространство проекта «Госпитальных школ России. Учим-знаем». Иван Юрьевич, вам слово. Здравствуйте, уважаемые друзья. Большое спасибо, Игорь и коллеги. Мы очень рады, что очередная наша встреча, уже ставшая традиционной, состоялась сегодня и проходит. Мне особенно приятно приветствовать наших коллег из региональных площадок, и Светлану Петровну Московской области. Здравствуйте, коллег из Ростовской области, из Республики Удмуртия. Мы видим, что за тот период существования проекта «Учим-знаем», конечно, мы сделали большой шаг вперед на пути не только использования мобильного и электронного образования, но и методического багажа, который накапливается у нас. И мы с коллегами обсуждаем его как внутри нашей уже большой команды всероссийской. Я несколько слов, конечно, об этом скажу в своем выступлении, но и на внешних мероприятиях, которые мы постоянно проводим и в которых участвуем. Коллеги, мне лично очень хочется поблагодарить всю команду мобильного и электронного образования за ту отзывчивость, за ту включенность и поддержку, которую вы оказываете нам. И в рамках такого, скажем, я сразу скажу, предложения, наверное, на будущее мы бы хотели, чтобы вы также принимали участие в нашем внутрикорпоративном обучении педагогов как флагманских, так и региональных площадок, которых вы видите на слайде уже 48 фактически. Пандемия мешает нам открыть некоторые площадки в торжественной обстановке, как мы привыкли это делать с первыми лицами регионов. Но площадки уже вовлечены в нашу работу и фактически являются участниками проекта «Очим знаем». Безусловно, проект находится в тренде, и говорить о том, что о нем знают в России и за рубежом, уже не требуется. Безусловно, этот тренд обеспечивает партнерство с нашими ведущими организациями, друзьями. И такое сотрудничество с мобильным электронным образованием, оно, конечно же, считается стратегическим, учитывая, что в целом наш мир меняется очень быстро, цифровая жизнь нас окружает, и скорость вообще в целом становится все быстрее. И, безусловно, та особенная работа, которую ведут наши педагоги, обучая и развивая детей, находящихся на длительном лечении, невозможно без использования современной цифровой образовательной платформы, которая, как мы говорим, стала единым образовательным пространством проекта «Госпитальная школа России. Учим знаем». Вы видите эти цифры, да, цифры у нас растут с каждым годом. И, конечно, главной методической темой, которая в ежегодном плане развития наших коллег как на флагмане, так и в регионах, является обучение непосредственно работы с цифровой образовательной средой. И я хочу отметить важность этой работы в том, что уже педагоги, которые прошли наше обучение, прошли переводку, использование платформы сегодня являются сами источниками опыта и методических разработок на эту тему. Чуть позже коллеги об этом расскажут, конечно же. И не только в предметных областях, да, это еще и связано с восстановлением функций детей, да, и выступят наши специальные педагоги, логопеды. Об этом также поделятся с вами своим опытом. Безусловно, коллеги, наша палитра площадок региональных сегодня представляет из себя разные форматы. И мне хочется, да, чтобы вот наши встречи, они всегда дополнялись в том числе и разъяснениям для нашего сообщества, что же нового сейчас происходит в проекте «Очим знаем», да, где мы рука об руку с мобильным электронным образованием, конечно же, идем и вовлекаем все большее количество участников в пользователей, да, мобильного электронного образования. Конечно, это не только площадки, как мы уже сказали, региональные. Это еще и те школы, которые сегодня ассоциируют себя с моделью госпитальной педагогики проекта «Очим знаем». Мы создали фактически институт ассоциированных участников проекта «Очим знаем». Это школы, которые могут находиться в тех регионах, которые уже имеют региональные площадки. Вы знаете, коллеги, что нам помогает компания Samsung, обеспечивая оборудованием самым современным, да, образовательные среды в детских больницах. И, конечно, ассоциированные площадки, они открываются уже в рамках тех возможностей, которые есть у региона или у других партнеров, спонсоров. Но мобильное электронное образование также протягивает свою руку нашим ассоциированным участникам. И, конечно, тот опыт, который копится на площадках ассоциированных, он также будет, я думаю, представлен в следующем году, потому что коллеги уже фактически год работают с мобильным электронным образованием, а уже на следующей неделе к нам приедут представители из города Норильска, Красноярского края, где у нас находится ассоциированная площадка. И, безусловно, вот та работа, которая связана с формированием личностных жизненных смыслов, она, конечно, должна носить такой качественный и серьезный характер. Мы уже уходим от того периода, когда мы объединялись, создавали такую, можем сказать, количественную базу для проекта. Сегодня, конечно же, основным таким триггером, основной темой, с которой мы работаем, это, конечно же, является повышение качества работы, профессионализма наших педагогов. И эти задачи, естественно, поставлены руководителем проекта Госпитальной школы России, о чем знаем, Сергеем Витальевичем Шариковым. И, безусловно, работу с качеством мы осуществляем и в рамках научно-методической работы, которая сегодня, да, у нас представлено свыше десяти, да, у нас остепененных специалистов только на флагманской площадке, и в том числе это те, кто обучаются сейчас по программам аспирантуры. Но и скоро, конечно, мы представим внимание наших коллег, следите, да, за нашими ресурсами, такую палитру по нашим регионам, да, мы сейчас составляем такой реестр, чтобы понимать, что же у нас с наукой происходит на площадках. И, конечно, коллеги, в том числе, та научно-методическая работа, о которой я говорю сегодня, она ведется и по направлению единого цифрового образовательного пространства, как обучение, да, с применением электронных образовательных технологий влияет на развитие ребенка, на его успешность. И эти вопросы мы поднимаем в рамках наших научных и методических обсуждений. Сегодня, да, мы знаем, что Институт коррекционной педагогики Российской Академии Образования является также партнером мобильного и электронного образования совместно с Институтом, также с Институтом возрастной физиологии. Мы ведем такую работу и будем также приглашать вас, коллеги, я имею в виду наших партнеров из мобильного и электронного образования к участию в этой работе, ну и, конечно, всех наших педагогов, кто задействован так или иначе в работе, кто увидит себя, кому есть чем поделиться. Мы будем вас привлекать также к этой работе. Ну, о преимуществах мобильного и электронного образования мы можем говорить очень много и в рамках именно нашей, да, темы госпитальной педагогики. Безусловно, я, да, каждый раз, когда выступаю, говорю об этом, можем сказать, и коллеги наши, конечно же, об этом говорят. Безопасное электронное пространство, да, сегодня особенно приобретает актуальность. Мы знаем, что много платформ существует, которые не защищены до сих пор, да, либо носят какой-то вредоносный контент. Мобильное и электронное образование проходит сертификацию официальную, да, в соответствии с ФГОС. И для нас это особенно важно, потому что мы себя позиционируем в первую очередь как школа, которая реализует основные, да, и дополнительные образовательные программы. Мы не занимаемся, да, как, может быть, у кого-то впечатление еще есть такое, каким-то развлечением только, да, мы занимаемся реализацией образовательных программ. И мобильное и электронное образование тоже этот уровень культивирует. И, безусловно, все эти требования, связанные с использованием самих средств обучения, мы с коллегами также соблюдаем и говорим об этом на своих внутриметодических совещаниях. Конечно, коллеги, тот формат взаимодействия, он широкий, палитра возможностей и творческого подхода наших педагогов, да, она не ограничена. Из таких, ну, наверное, самых интересных, на мой взгляд, практик на сегодняшний день, которые я бы мог привести, это, конечно, такая система проведения межрегиональных занятий, когда с помощью мобильного электронного образования, единой цифровой образовательной платформы, мы можем проводить совместные учебные занятия с нашими региональными площадками. Вот сейчас активно идет работа с площадкой Волгоградской области. Недавно, буквально вчера, было проведено занятие, посвященное памяти Волгоградской битвы. И, конечно, тот материал, который есть в мобильном электронном образовании, он, на наш взгляд, является исчерпывающим материалом, да, который можно использовать на разных мероприятиях, на разных занятиях, не только на уроках, да, на неурочных занятиях, а на праздниках, да, которые проводятся в рамках школьной программы. И, конечно, это проектная деятельность, да, которая продолжается с нашими учащимися. Мы рады, что есть такая возможность, такая опция учеников пробовать, да, свои силы в проектной деятельности. Я напомню, да, всем, что наши дети, они с большим потенциалом учебным. И наша с вами задача, конечно же, госпитальных педагогов найти то самое направление, да, в котором ребенок будет чувствовать себя успешным, будет заинтересованным и максимально, конечно же, отвлечется от болезни. Мы много с коллегами рассказываем на наших ресурсах, о тех проектах, которые делают наши дети совместно с педагогами, с флагманских, с региональных площадок. И, ну, конечно, многие из этих проектов связаны в том числе и с теми проектными заданиями, которые даются в мобильном электронном образовании. Я уже говорил в начале своего выступления о том, что в рамках внутрикорпоративного обучения мы такой основной темой, одной из основных тем, конечно, обучаем педагогов работать в мобильном электронном образовании. Да, эту большую работу, серьезную, у нас ведет Александр Федорович Лоскутов, который также сегодня выступит с докладом, кандидат педагогических наук. И эта системная работа по вовлечению педагогов наших площадок, она, конечно, набирает тот качественный уровень и именно создает те самые точки роста госпитальных педагогов, о которых мы говорим на всех наших мероприятиях. И очень отрадно это чувствовать, потому что эта обратная связь, которая исходит от наших коллег, в том числе из регионов, она видна. То есть появляются новые разработки, появляются предложения, и с каждым годом их становится больше, они становятся качественнее. И таким, ну скажем, такой кульминацией этого процесса является, конечно же, наша всероссийская конференция с международным участием «Очим знаем заботливая школа», которая в 2022 году состоится. Мы будем уже отталкиваться от формата 1-3 ноября. и будет проходить под гидой научных исследований, в том числе в области электронного обучения. Уважаемые друзья, мне еще раз хочется пожелать вам всем успешной работы. Я знаю, что по итогу конференции всегда у нас есть возможность опубликовать свои статьи. И я призываю всех наших коллег, да, тоже эту возможность не упускать, учитывая, что очень хорошие условия предоставлены нам мобильным электронным образованием. Поэтому спасибо еще раз за приглашение и удачи в работе. Спасибо большое, Иван Юрьевич. Да, действительно, мы рады всестороннему взаимодействию. И если будет необходимость в каких-то дополнительных обучающих мероприятиях, например, для школ, которые будут подключаться к МЭО, мы в отделе апробации методического сопровождения, вот даже название самого отдела говорит о том, что мы методисты готовы такой работой заняться. И, конечно же, с удовольствием также примем участие и в всевозможных ваших мероприятиях, конференциях, круглых столах и прочих проектах. Спасибо большое, Иван Юрьевич. Сейчас я посмотрю, есть ли вопросы в чате. Вопросов нет, но очень много добрых слов. Передаю слово следующим спикерам. Это Боярская Светлана Петровна, директор школы 22 и Худенко Ирина Владимировна, учитель информатики, тьютор. Тема использования скретч-программирования на уроках и внеурочной деятельности в госпитальной школе. Уважаемые коллеги, вам слово. Добрый день. Мы представляем опыт работы структурного подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Балашиха, средней общеобразовательной школы номер 22, для детей, находящихся на длительном лечении в Московском областном онкологическом диспансере. Наше структурное подразделение является региональной площадкой федерального проекта «Учим, знаем, заботливая школа». Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и среднего общего образования предусматривает такие компетенции, как умение владеть информационно-коммуникативными технологиями и способность применять их в образовательном процессе. Эффективное использование современных информационных технологий позволяет в образовательной среде развить познавательную активность и повысить качество образовательного процесса. Появляется возможность воссоздать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Это способствует наиболее широкому раскрытию способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и в активизации умственной деятельности. Уважаемые коллеги, у вас презентация запущена. У нас седьмой слайд сейчас открыт. Простите. Так, давайте заново. Можете развернуть, пожалуйста, на весь экран. Будьте добры. На минутку. Остановить. Еще раз. Сделайте заново демонстрацию из первого слайда. На первой модели. Нет, назад. Еще раз. Нет, 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 поднимайтесь сами. На первую. Сначала. Как сейчас? Мы сейчас в режиме предпросмотра. У нас не во весь экран. Так, прошу прощения, но мы видим во весь экран. Вроде бы, когда мы попускали, демонстрировали, все проходило. Думаю, вы можете продолжать просто и все в этом режиме. Да, у нас как бы... Мы все видим в вашей презентации, ничего страшного. Так, совместный доступ к звуку есть, поделиться, есть. Вот в таком режиме тогда. В таком режиме, давайте, хорошо, тогда второй слайд. Второй. Хорошо. Третий. Современные дети достаточно много времени проводят за компьютерами, всевозможными гаджетами. А попадая в госпитальную школу, они из-за болезни теряют связь с привычным окружением, с верстниками. Болезнь занимает все их мысли. Как сделать так, чтобы они общались, вместе играли, умели договариваться, помогали друг другу и сочувствовали? Как включить в образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии и повысить эффективность развития детей, попавших в условия госпитальной школы, учитывая при этом их возрастные особенности? Ответить на эти вопросы нам помогли новые подходы к изучению ИКТ-компетенции. С 1 сентября 2021 года в рамках переформатирования внеурочной деятельности подмосковные школы начали работать по новым учебным планам. В учебные планы были включены новые курсы по программированию и подготовке обучающихся к участию в Всероссийской Олимпиаде школьников. В МБУ школу номер 22, соответственно, и в структурном подразделении с 3 по 1 к 11 класс, введены новые курсы по внеурочной деятельности. Основа скретч-программирования, цифровая продленка, основа программирования движения НТИ и Центр олимпиадной подготовки «Путь к научному олимпию». Обучающиеся из разных городов Московской области, находясь на длительном лечении, будучи оторваны от своих родных школ, получили уникальную возможность обучаться программированию. А запрос сегодняшнего дня – это обучение детей новым компьютерным технологиям. Скретч-программирование – это новое направление, позволяющее сформировать у детей интерес к программированию и отвечающее требованиям современного образования. Что же такое программа Скретч? Это творческая среда, разработанная специально для развития мышления, творческих и исследовательских способностей детей. Обучение Скретч-программированию может сделать информатику для школьников более доступной. Данный язык содержит понятную для детей систему, которая позволяет освоить азы программирования и готовит к переходу на более сложный уровень. Скретч приходит в современный мир вместе с другими важными педагогическими инициативами. Дети в среде Скретч могут самостоятельно осваивать современную культуру, играть с образами, звуками и мультипликацией. Включив программу Скретч в огнеурочной деятельности в школе, мы решили, что и в госпитальной школе для детей, находящихся на длительном лечении, можем ее использовать. Так как огромное количество ребят уже в начальной школе занимаются программированием, а самое главное – мы имеем все условия для реализации. Материально-техническая база структурного подразделения и кадровый состав тьютеров позволили начать успешную реализацию программы. В наличии у нас есть достаточное количество планшетов фирмы Samsung и ноутбуки. Итак, 1 сентября мы вместе с детьми отправились в самое настоящее путешествие, в увлекательный виртуальный мир, которым можно создавать онлайн-проекты. Подобные занятия делают обучение в госпитальной школе более интересным и позволяют развивать информационную компетенцию учащихся, основываясь на интересе детей к компьютеру и мультфильмам, учитывая возрастные возможности детей, а также игру как ведущую деятельность в данном возрасте. Применение ИКТ дает огромные возможности в образовательной области художественно-эстетического и познавательного развития. Ну и, кроме всего прочего, мы решили немного усложнять задачи для пациентов нашей госпитальной школы и начали создавать мультипликацию с помощью программы «Скрэнч». Занятия по созданию мультфильмов, проводимые регулярно, вызывают большой интерес у детей, они помогают отвлечься от тяжелых и болезненных процедур, вносят маленькую радость. У детей, находящихся на длительном лечении, появляется возможность внести свою лепту в общее дело и проявить индивидуальность. Вместе с тем, эмоциональное проживание и творческая направленность деятельности по созданию мультпроектов создает для детей, особенно для детей с ОВЗ, дополнительные условия, положительно влияющие на их психологическое и физическое здоровье. Появление каждого мультика стало для ребят маленькой победой над собой. Можно было бы остановиться только на создании продукта, который имеет в том числе развлекательный характер, но мы поставили перед собой другие цели – создание продукта, имеющей и познавательное содержание. Это позволило бы нам создать проект, созданный детьми для обучения других ребят. Мы планируем выход наших ребят за рамки госпитальной школы в школу общеобразовательную. А это, на наш взгляд, имеет очень важное значение в первую очередь для учеников, пациентов в больнице. Расширяя рамки использования возможностей скретча в организации проектной деятельности, мы планируем использовать данный метод для обучения детей старших классов. Обучаясь скретч-программированию специальному языку, мы помогаем детям перейти на более сложные уровни в информатике и робототехнике. Это дает возможность увидеть практическое назначение алгоритмов и программ, что способствует развитию интереса к профессии, связанных с программированием. Настание мультипликации с участием детей – увлекательный процесс. Процесс создания мультфирмы является совместным творчеством всех участников образовательного процесса. Учителей, детей, родителей и других специалистов в госпитальной школе, учреждениях, которые в себе включают несколько этапов. На первом этапе возникновения идеи главными становятся дети. Тематика сюжетов будущих мультиков берется из жизни, чтение произведений художественной литературы, просмотры телепередач и других источников. На этапе разработки сюжета дети придумывают, сочиняют сюжет будущего шедевра, а затем с помощью языка программирования начинают его воплощать. При этом очень важно взвлекательное руководство творческим процессом ребенка, поскольку неумеренное вмешательство может уничтожить главный наивный взгляд у ребенка на мир, а у деток с ОВЗ, особенно, все чувства выстрелили. В период создания мультипликации преимущественно идет работа педагога в индивидуальном режиме, при этом используя достаточно четкое руководство, чтобы ничего не пропустить и ничего лишнего не вставить, так как на этом данном этапе самая важная – внимательность и усердие, чтобы собрать воедино все, что мы задумали. Scratch используется для изучения основ программирования школьниками. Для этого имеется редактор кода, компилятор, отлач, графические редакторы, объекты, спрайки называются, и звуки. Все происходит в игровой форме, дети могут создавать творческие проекты, двигаться с окружающими. Интересный проект получился «Покорители космоса». Между участниками проекта были четко распределены роли, кто за что отвечает, но при этом участники активно помогали друг другу. Дети сами придумали сценарий, это была викторина, где в главной роли выступил кот и собака, которые задают вопросы и отвечают на них. Все о космосе. В этом проекте ребята решили не просто создать мультип, но сделать интересную игру. И в итоге получилось создать проект, где мы не просто смотрим вот фильм, а еще принимаем активное участие, отвечая на вопросы и задавая задания героям. Учащиеся школы 22 структурного подразделения принимают активное участие в различных конкурсах. В декабре 2021 года учитель 9 класса занял и принял участие в городском рождественской открытке среди обучающих образовательных организаций города Балашинка и занял призывное место в номинации «Любийная открытка». На данный момент разрабатывается проект в рамках реализации театральной медиа-студии «Путь к успеху», который позволил бы нашим воспитанникам полностью раскрыть свои таланты как режиссера, сценариста, художника, программиста и звукорежиссера. Кураторами проекта стали тьютеры структурного подразделения и волонтер, артист театра и кино Кистол Игорь Иванович. Наши дети с нетерпением ждут создания интересного, захватывающего, интерактивного и мультипликационного фильма. Мы уверены, что в процессе создания и социализации детей с ОВЗ формируют у них мотивацию к профессиональному занятию ИКТ в будущем. При завершении проекта ребенок испытывает сильные положительные эмоции. «Я могу», «У меня получается». А данный факт позволяет признать обучение детей, находящихся на длительном лечении, обучение программированию на языке Scratch эффективным способом их социализации. Ну а в перспективе мы рассматриваем возможность интегрирования Scratch-программирования с другими предметами в школе на уроках контроля рефлексии и открытия новых знаний. Таким образом, использование языка программирования Scratch в качестве предмета изучения на втором этапе обучения детей с ОВЗ основам информационных и коммуникационных технологий представляется оправданным и конструктивным дидактическим решением, позволяющим формировать и совершенствовать логическое и творческое мышление ребенка, прививать ему дисциплину и внимательность, учить работе в команде и формировать мотивацию к профессиональному изучению ИКТ. Благодарим за внимание. Спасибо большое. Действительно, уникальная работа, уникальный опыт. Спасибо большое. Вопросов в чате пока что не поступает. Я передаю слово следующим спикерам. Это Лоскутов Александр Федорович, кандидат педагогических наук, руководитель методической группы молодых специалистов проекта «Учим-знаем» и Орлова Елена Геннадьевна, тьютер, учитель-логопед. Тема выступления – создание цифрового контента для работы с речевыми нарушениями у длительно болеющих детей и совершенствования техники речи педагогов госпитальных школ. Уважаемые коллеги, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В настоящее время в госпитальных школах проекта «Учим-знаем» обучаются дети с нарушениями устной и письменной речи. Чаще всего нарушения речи у детей, находящихся на длительном лечении, связаны с заболеванием ребенка, с частичной или полной потерей речи, временных откатах, ухудшениях состояния речи в процессе лечения, с отсутствием своевременной квалифицированной логопедической помощи в дошкольном и школьном возрасте. Логопедическая работа по коррекции речевых нарушений проводится по следующим основным направлениям. Это коррекция устной речи и коррекция письменной речи. Для устранения нарушений в устной речи, в частности коррекции звукопроизношения, используется артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики является выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. На логопедических занятиях в обычной образовательной школе артикуляционная гимнастика выполняется ребенком перед зеркалом по подражанию вслед за логопедом. Однако применение этого метода для коррекции звукопроизношения значительно затруднено в условиях госпитальной школы в связи с эсэптическим режимом в медицинском стационаре и необходимостью нахождения педагога в маске во время занятия, а также использование дидактических материалов в электронном виде. Анализ существующих видеоматериалов по данной теме показал, что в большинстве своем они не носят системного и полноценного характера, и, как правило, они платные. В связи с этим для коррекционной работы в условиях медицинского стационара возникла острая необходимость создания комплексов видеозанятий, включающих артикуляционные упражнения и упражнения для развития правильного речевого дыхания, направленные на коррекцию звукопроизношения. Каждый комплекс созданных видеозанятий включает в себя упражнения, вырабатывающие необходимые для произнесения конкретных групп звуков артикуляционные уклады. Комплексы упражнений для коррекции звукопроизношения охватывают следующие группы звуков, такие как свистящие, шипящие, соноры, звуки КГХ. Также выделены комплексы артикуляционных упражнений для развития и растягивания подъязычной связки, основной комплекс артикуляционной гимнастики и начальный комплекс артикуляционной гимнастики, пристертой в форме дезартрии. Разработанный электронный ресурс предлагается для использования учителям-логопедам, педагогам дошкольного образования, родителям и детям. Учителям-логопеды могут использовать эти видеоматериалы на своих очных занятиях по коррекции звукопроизношения и для проведения дистанционных занятий с детьми из отдаленных регионов. Педагоги же дошкольного образования на своих групповых и индивидуальных занятиях с детьми. Комплексы являются самодостаточными и не требуют от использующего их специфических навыков, то есть могут проводиться родителями без участия специалиста. Эти комплексы помогают создать комфортную для ребенка атмосферу, так как занимаясь, ребенок видит на экране знакомого ему педагога, слышит знакомый ему голос и чувствует себя частью полноценной образовательной среды. Что немаловажно, комплексы являются бесплатными для того, чтобы ими мог воспользоваться любой нуждающийся ребенок. Ценность данной разработки состоит в том, что в одном ресурсе содержится несколько комплексов артикуляционных упражнений, направленных на коррекцию произношения конкретных групп звуков. В видеокомплексах отобран достаточный минимум самых эффективных упражнений. Как известно, для достижения высокого результата артикуляционную гимнастику необходимо проводить ежедневно. Поскольку занятия с педагогом с такой регулярностью в условиях госпитальной школы невозможны, очень важно, чтобы выполнение упражнений контролировалось и проводилось родителями. Видеоматериалы содержат подробные разъяснения специалиста без маски для правильного и качественного их выполнения. Занимаясь, ребенок ориентируется на правильную артикуляцию педагога, а у родителей есть возможность корректировать действия ребенка, опираясь на видеоматериал безочных занятий с логопедом. Комплексы видеозанятий артикуляционной гимнастики помогут эффективно построить коррекционную работу с детьми, имеющие различные виды нарушений звукопроизношения. Для каждого ребенка можно создать индивидуальный комплекс упражнений в зависимости от нарушений его звукопроизношения. Упражнения в видеокомплексах подобраны в соответствии с принципами классической логопедии с учетом основных дидактических принципов, таких как наглядность, доступность, сознательность и индивидуальный подход. В комплексах артикуляционные упражнения расположены в определенной последовательности, от простого к более сложному, от статики к динамике. При создании видеокомплексов в качестве основы использовалась наиболее оптимальная и практичная, на наш взгляд, систематизация артикуляционных упражнений Елены Николаевны Краузы, автора пособия «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика», и другая методическая литература. Необходимо отметить, что в педагогии флагманской и региональных площадок проекта активно используют этот контент и рекомендуют к использованию детям и родителям. Видеокомплексы артикуляционной гимнастики в этом году использовали уже более 100 человек. Основываясь на положительных отзывах родителей, педагогических наблюдениях и анализе практик госпитальных педагогов, мы можем констатировать значительные улучшения состояния орального и артикуляционного праксиса, состояние звукопроизношения у детей, занимавшихся по этим видеокомплексом. В свою очередь в условиях медицинского ационара госпитальный педагог должен проводить свои занятия постоянно в медицинской маске. В связи с этим возникает необходимость громче, четче и, в принципе, делать определенные усилия над своей речью, чтобы эмоции учителя были видны и из-под маски. Бездолжные эмоциональные окраски педагогу в госпитальной школе сложнее заинтересовать ребенка, школьника и донести ярко учебный материал. В этой связи несколько лет назад совместно с известными педагогами Ниной Филипповной Васиной и Михаилом Юрьевичем Куницыным была создана дополнительная профессиональная программа личностного роста педагогов госпитальных школ «Голос. Интонация. Техника. Речи. В работе педагогов госпитальной школы». В целом хотелось бы отметить, что программа направлена на адаптацию речевого аппарата к большим нагрузкам на голос, на развитие умения управлять голосом по ситуации, на избавление от зажимов, мелких дефектов речи и частичной маскировки, конечно же, крупных дефектов речи, а также красивое звучание и расширение диапазона голоса и развитие речевого аппарата в целом. Нам бы хотелось выделить несколько ключевых тем семинаров, которые проводятся в онлайн-формате. Артикуляция, артикуляционная гимнастика и упражнения, развивающие подвижность губ языка и нижней челюсти. Конечно же, орфоэпия и фонационное дыхание, а также дикция и, что немаловажно для наших педагогов, которые постоянно делятся на различных внешних мероприятиях своим опытом, это чтение сложных текстов и подготовка к выступлениям. Конечно же, реализация данной программы не прекратилась во время пандемии и продолжилась в уже привычном нам онлайн-формате. Необходимо отметить, что занятия по данной программе подразумевают большое количество самостоятельной работы педагога со своей речью и отработку определенных навыков. Для обеспечения полноценной самостоятельной работы нами был разработан и создан цикл коротких видеороликов, которые позволяют педагогам госпитальных школ осуществить самостоятельную работу по развитию голоса, интонации и техники речи в дистанционном режиме, что немаловажно, конечно же, в удобное и комфортное для них время. А занятия в онлайн-формате позволили охватить педагогов не только флагманской площадке проекта «Учим-знаем» в Москве, но и большинство региональных площадок. Более 150 педагогов приняли участие в программе. И нам хотелось бы в заключении отметить, что реализуемые программы в целом охватывают все субъекты образования. Это и педагоги, и учащиеся, и, конечно же, их родители, что позволяет нам говорить о системной работе по развитию речевых навыков. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Да, действительно, интересный ресурс. С вашего позволения мы, наверное, тоже поделились бы. Конечно, конечно, с удовольствием. Я поеду в мастер-кьюар-коды, которые можно было отсканировать. Ну, вот, да, чуть-чуть позже мы еще раз, наверное, вас запросим, и поделимся со своей стороны, опять же, с коллегами, которым данная информация и данные методы работы будут полезны и интересны. Так, вопросов в чате пока что не возникает. Я передаю слово следующим нашим спикерам. Это Арбузова Ирина Владимировна, руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы, и Лебедева Елена Владимировна, тьютер учебной предметы русский язык и литературы, с темой выступления «Цифра как эффективный инструмент развития современного читателя из опыта работы с текстами на уроках русского языка и литературы в госпитальной школе». Уважаемые коллеги, дам вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни человека привело к серьезным изменениям в обществе. Безусловно, коснулись они и образования. Цифровая революция – яркий знак времени, появившийся не только в связи с пандемией и необходимостью освоить дистанционные методы работы, но и как ответ на запросы нового поколения учеников, имеющих цифровое мышление, живущих в мире гаджетов и чувствующих себя как рыба в воде на просторах интернета. Сейчас остро обсуждается вопрос, к чему привела цифровизация в образовании. Конечно, изменились цели. От освоения системы знаний мы движемся к формированию способностей использовать их для решения различных задач. Например, находить нужную информацию, преобразовывать ее для создания новых знаний. А информация всегда извлекается из текстов. И от того, насколько будет грамотен читатель этих информационных текстов, зависит прогресс общества. Ведь сегодня нужны специалисты, быстро адаптирующиеся в современных условиях и способные быстро работать, обучаться, используя различную информацию. Кроме того, с внедрением цифровых технологий меняется характер чтения и передачи информации. На повестку дня выходит первостепенный вопрос о развитии читательской грамотности и о том, что читатель должен быть другим, говорят исследования ПИЗа. Таким образом, понятие «грамотный читатель» включает в себя умение работать с текстом, то есть с информацией. В такой трансформации есть свои плюсы и минусы. Очевидно, что цифры в образовании позволяют предоставить равный доступ учащимся к качественным программам, набору сервисов, расширяющих процесс обучения. Но необходимо признать и отрицательное влияние цифровизации. Погружение в виртуальный мир привело к потере традиционных навыков и знаний, создало психологическую и коммуникативную зависимость от гаджетов. Как следствие, использование, порой бездумное, множество сервисов блокирует интеллектуальный процесс, страдает логическое мышление, нарушается умение прогнозировать и последовательно ставить цели. Нет времени думать из-за обилия интернет-картинок и образов. Цифровые технологии изменили сам характер чтения и передачи информации. Произошла смена модели чтения. Чтение как способ проведения досуга стало конкурировать с компьютерными играми, телепередачами, социальными сетями и, к сожалению, проигрывать. А традиционное чтение с листа перешло в цифровой формат, то есть чтение с экрана или в аудиоформат слушаний книг. Общество столкнулось с еще одной серьезной проблемой. Общение в реальной жизни все чаще заменяется виртуальным, а это приводит к смене ценностных ориентиров. Кроме того, происходит погружение в бестекстовый мир, поэтому начинает превалировать клиповое мышление. Особенно хотелось бы отметить, что на эти вызовы времени накладывается специфика обучения детей с ОВЗ в госпитальной школе. Исходя из педагогической практики работы с тяжело и длительно болеющими детьми, мы, педагоги, понимаем, что их читательское развитие будет осложняться когнитивными потерями, связанными с прогнозом заболевания и протоколом лечения, его продолжительностью, а также длительностью отсутствия обучения. Лечение сильными химиопрепаратами, лучевая терапия, трансплантация костного мозга ослабляют память, снижают внимание и влияют на эмоциональную сферу ребенка. Поэтому традиционные подходы к организации текстовой деятельности в большинстве случаев не приносят желаемых результатов. Необходимо отметить, что взаимодействие с учениками госпитальной школы зачастую имеет сложную навигацию. Обучение происходит в смешанном формате, так как ребенок в зависимости от состояния здоровья может участвовать в групповом обучении в классе школьного сектора или лечебного отделения, а может получать индивидуальное обучение у себя дома в больничной палате, реабилитационном центре. В такой ситуации непрерывность обучения обеспечивает единая образовательная среда, где ученик может заниматься очно с учителем, самостоятельно или получать дистанционные консультации педагога. Цифровой ресурс мобильное и электронное образование позволяет создать такую среду для учащегося и не позволяет ребенку выпасть из учебного процесса на любых этапах длительного лечения и последующего восстановления. С помощью этого сервиса мы можем не только обеспечить изучение предмета, но и подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. По нашим наблюдениям, читатель-пациент на длительном лечении плохой читатель, и таких учеников, к сожалению, большинство. Поэтому в нашей практике формирования стратегиального современного читателя мы выстраиваем индивидуальную образовательную траекторию таким образом, чтобы быть не только на одной волне с учениками, но и вывести их из узких границ, расширить взгляд на мир разнообразных текстов, привить вкус к чтению, применяя новые цифровые технологии с умом, а не заменяя и не подменяя ими мир ребенка, наполненный текстами. Следовательно, перед учителем стоит глобальная проблема. Как с помощью цифровой среды развить интерес к предмету и чтению вообще? Как мы это делаем? Какие пути решения вызовов, найдены нами в госпитальном образовании? Расскажет моя коллега Лебедева Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы. Урок литературы в госпитальной школе имеет, безусловно, особое значение. Большинство наших учащихся вовсе не читатели. Это связано с характером протекания заболеваний и с общей тенденцией общества. Родители тоже не всегда являются примером читателей для своих детей. Следовательно, развитие интереса к предмету, к чтению вообще является первостепенной задачей. Ведь без прочтения текст неподвижен и не имеет влияния. Поэтому в своей работе мы применяем различные стратегии чтения. Так, например, чтение учителем является актуальным, когда учащиеся после определенных медицинских процедур не могут говорить в течение продолжительного времени, порой от двух, трех недель и до месяца. Тогда ученики и слушатели взаимодействуют с учителем и друг с другом в общем чате, делают записи в пометках телефона. Чтение вслух и чтение вскладчину помогает фокусировать внимание детей. Совместное чтение позволяет учащимся преодолевать стеснение, социализироваться в коллективе. И, как правило, такая взаимная деятельность развивает эмпатию. В прошлом году мы опробировали еще один вид работы с текстом. При подготовке учащихся 11 классов к итоговой аттестации мы использовали тексты малых форм. Для современных учеников характерен вне текстовый способ мировосприятия. У них хорошо сформирован навык поиска информации, переключение между фрагментами, общение с символом. Это во многом определяет и то, как они читают художественные и учебные тексты. Они не способны к восприятию длительной линейной последовательности однородной информации. Поэтому большие тексты классических произведений, заложенные в школьной программе, их пугают. Поэтому небольшой художественный или адаптированный текст является хорошим дидактическим материалом для урока. Нами был разработан алгоритм, который помогает нашим учащимся хорошо подготовиться к экзаменам. Текст на уроке читает учитель. Это продиктовано тем, что у всех разные читательские способности и время подключения к уроку. Задача учащихся – внимательно слушать, выписывать ключевые слова, формулировать тезис по данному началу. На первых порах мы даем образец аргументации собственной позиции с использованием прочитанного текста. Это ровно половина письменной экзаменационной работы. В качестве домашнего задания ребятам предлагается закончить сочинение, дополнив его вторым аргументом, используя материалы МЭО или собственный читательский опыт. Безусловно, плюсами такой работы можно назвать взаимодействие учащихся. Работа в общем чате даже может создавать соревновательный момент, кто первый напишет ключевые слова или сформулирует проблему. Рождается коллектив в условиях скайпа или зума. Образец, созданный на уроке, служит учащимся опорой для выполнения следующих заданий, снимает психологическое напряжение и боязнь письменных текстов. На следующем слайде представлены образцы письменных работ учащихся. Часть из них, как вы видите, выполнена традиционно, другая – с помощью текстового редактора. Такая необходимость возникает, если учащийся находится в изоляции или временно отпущен на квартиру. После проверки текст редактируется, учащийся анализирует свои недочеты, и так собирается копилка работ к экзамену. Еще одна форма работы, подтвердившая свою эффективность в работе с детьми госпитальной школы – это парные тексты. Они позволяют приобщать учащихся к чтению благодаря последовательному обращению не только к художественным текстам классической или современной литературы, но и научно-популярным. Такая форма работы помогает расширить читательские интересы учащегося, снизить эмоциональную напряженность, а учителю выстроить индивидуальный подход. Выбор парности зависит от поставленных целей, главный из которых заключается в том, чтобы подвести учащихся к самостоятельному, свободному чтению для удовольствия. Так, например, после изучения произведения Куприна «Чудесный доктор» был предложен научно-популярный текст о Николае Пирогове и его открытии в медицине. Современная детская литература сейчас представлена очень широко. Нужно только сориентироваться на интересы ребенка или учебные группы. Читаю учащимся отрывок из книги Николая Внукова 1. Эта книга хорошо встает в пару с подключениями Робинзона Круза Даниила Дефо. Через судьбы главных героев можно оценить роль знания в нашей жизни, выйти на создание интересных проектов, например, с учителями географии, биологии или физики. Парные тексты нужно подсказывать детям, иначе много интересных лиц пройдет мимо них. Мы считаем, что в нашей работе использовать полностью только образовательное пространство, наполненное количеством удобных, но малоразвивающих грамотных читателей интернет-ресурсов, не совсем оправданно. Поэтому, как вы смогли… Ой, я пропустила, да. Мы как в своей практике предпочитаем использовать насыщенную текстами образовательную цифровую среду. Хорошим помощником в этом является интерактивная доска мира. С ее помощью мы создаем на уроке новые тексты, включая у них схемы и инфографику. Такая работа тоже является ресурсом в формировании читательской грамотности. Учащиеся пробуют переделать учебный сплошной текст в формат, удобный для запоминания. Ну и в заключении хочется отметить, что текстовая деятельность становится источником самообразования, а значит, выводит за пределы сегодняшнего читательского опыта и знания о мире, ведет к новым открытиям и самовыражениям. И, как вы видите, книги – это своеобразные парашюты, и они не принесут нам никакой пользы, если мы будем держать их закрытыми. Желаю вам хорошего чтения с вашими учениками. Большое спасибо. Спасибо большое. Очень вдохновляющее такое выступление. Действительно, читательская грамотность – это важно не только в контексте ПИЗа, хотя это и актуальная тема на сегодня, но и в целом для личности современного человека. И вот те технологии, которые вы представили, они действительно очень интересны. Я думаю, что многим коллегам, многие коллеги позаимствуют такой формат работы, в том числе и квесты, и использование инфографики и так далее. Я передаю слово следующим спикерам. Курбак Алена Романовна, учитель начальных классов и Стригуль Екатерина Александровна, учитель начальных классов, тьютер с темой «Возможности платформы МЭО для формирования мотивации к познавательной деятельности у детей, находящихся на длительном лечении». Уважаемые коллеги, вам слово. Добрый день, уважаемые участники конференции. Согласно статье 16 об образовании в Российской Федерации, развитие образовательных технологий приводит ко все более активному использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Мы хоть и молодые госпитальные педагоги, но уже смогли убедиться на собственном опыте, что электронное обучение обеспечивает доступность общего образования для обучающихся, находящихся на длительном лечении, возможность качественного общего образования на профильном уровне и дополнительного образования. Сегодня мы хотим поделиться своим опытом использования МЭО для формирования мотивации к познавательной деятельности у детей и ответить на главные вопросы. Как обеспечить обучающихся качественным учебным контентом? Как поддерживать мотивацию учащихся? Как компенсировать сокращение часов? Мы используем ресурс в работе на уроках, особенно если задействуем технологию перевернутый класс, ведь она помогает развивать самостоятельность учащихся. Ресурс привлекает разнообразием заданий, их интерактивностью и насыщенностью. Также мы используем МЭО для домашней работы и контроля знаний. Ресурс интересен не только содержанием заданий, но и тем, что при выполнении их не требуется поиск дополнительной информации в других источниках, она есть в интернет-уроке. На основании этого платформа позволяет компенсировать сокращение часов за счет самостоятельной работы учащихся. Наши дети учатся по индивидуальному учебному плану, поэтому количество часов меньше, чем в обычной школьной программе. При выборе заданий мы ориентируемся на индивидуальные образовательные потребности и интересы каждого ученика. Например, ученик первого класса Андрей из-за лечения был очень закрыт и не хотел разговаривать. Он не был знаком ни с одной из платформ. Мы предложили ему попробовать выполнить несколько заданий на платформе МЭО. Во время изучения геометрических фигур мы познакомились с такой фигурой, как луч. Я попросила его изобразить в тетради. Не очень охотно, но он это сделал. Затем я его попросила изобразить два луча, выходящих из одной точки. На что он мне ответил, что ему не очень интересно, и он вообще не хочет это делать. В этот момент мы решили обратиться за помощью к МЭО. Там он увидел, что эти лучи могут быть абсолютно разного цвета, что из одной точки может выходить хоть 10 лучей. И это действительно очень интересно. И оказывается, что ему было больше всего интересно, это то, что после правильного ответа он видел поощрение в виде улыбки и слово «молодец». Ребенок был заинтересован новым видом работы, с удовольствием решал задачи и дольше оставался сосредоточенным на уроке. Когда учащийся второго класса Егор пришел к нам в школу, он имел довольно низкую мотивацию к обучению, что вызывало определенные трудности. Он не хотел учиться, и концентрация на уроке, как следствие, все время пропадала. На тот момент ему были интересны только компьютерные игры и ничего больше. Учащийся уже был знаком с некоторыми образовательными платформами, и поэтому мы сразу предложили Егору новую платформу, которая ему понравилась. Платформа не вызвала у него трудности, а только заинтересовала. Например, при проверке от облицы умножения Егору совершенно не хотелось писать или проговаривать ее. Поэтому мы попробовали выполнить проверку на платформе, где учащийся вставлял необходимые числа и проговаривал ответы. Верные ответы сразу же становились зелеными, ошибки красными. Егор стал охотнее выполнять это задание, ведь оно действительно гораздо интереснее, чем обычный математический диктант или листы для проверки таблицы умножения. Платформа полностью отвечает потребностям данных учащихся, потому что содержит игровые элементы и анимацию. Платформа полезна тем, что содержит в себе интернет-уроки по программе, много теоретического материала и встроенный словарь терминов. Более того, этот ресурс представляет собой отличное учебное пособие, которое может временно заменять учебник. Этой возможностью мы и воспользовались при обучении нашей ученицы Асет. На момент получения учебников она была дома и не могла их получить. Также во время прохождения лечения ученица часто говорит о плохом самочувствии, но продолжает выполнять работу на платформе. Асет очень нравится возможность писать ответ, записывать голосовое сообщение или прикреплять фотографию в заданиях. Также ее привлекают те задания, которые развивает кругозор, в которых есть межпредметная связь. Например, на математике обратиться к красной книге или нарисовать литературного персонажа и другие. Более того, со временем у Асет увеличилась мотивация к познавательной деятельности. К концу прошлого года она приняла участие в Большой лицейской исследовательской конференции и заняла первое место со своим исследовательским проектом. Особенно важно сделать процесс обучения для наших учащихся максимально щадящим, чтобы они могли спокойно отработать нужный материал. В этом помогают всевозможные тренажеры. Эти нестандартные задания помогают поддерживать интерес ребенка за счет того, что их можно переделать несколько раз, добиваясь правильного ответа. Также плюсом является отсутствие оценки за их выполнение. А задания «Проверь себя» хоть и вызывают у ребят сложности, но они им интересны, так как после их выполнения они получают независимую оценку. Подводя итог, мы можем утверждать, что платформа МЭО незаменима в работе госпитального педагога. Учащиеся могут работать самостоятельно, в удобном им темпе. Можно повторить правила, потренироваться в выполнении заданий и даже проконтролировать свои знания. Вариативность заданий позволяет педагогу подбирать материал, который интересен учащимся. А за счет этого мотивация к познавательной деятельности не только сохраняется, но и увеличивается. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Вас очень похвалили наши коллеги из чата в прямой трансляции на YouTube-канале. И я, конечно же, присоединяюсь к добрым словам. Действительно, очень важная и интересная информация в части использования тех ресурсов, тех инструментов, которые есть в мобильном и электронном образовании. Я, как представитель платформы, также, наверное, скажу о том, что платформа у нас регулярно дополняется, обновляется, контент меняется. И поэтому, конечно же, и всевозможных тренажеров, интерактивных объектов, заданий, которые могут послужить основой для какой-то проектной деятельности, их будет больше. И я надеюсь, что вы наши старания тоже оцените. Спасибо большое. Я передаю слово следующим спикерам. Это Глесь Александра Маратовна, тьютер русский язык и литература. И Котлеров Павел Сергеевич, тьютер учебных предметов русский язык и литература. с темой выступления «Цифровой контент на уроках русского языка в госпитальной школе». Уважаемые коллеги, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, в процессе преподавания русского языка в госпитальной школе мы сталкиваемся со многими вызовами, о которых говорили сегодня уже коллеги до нашего выступления и наверняка будут говорить и после. Мы познакомимся с теми проблемами, с которыми сталкиваемся, на которые обращаем внимание сегодня. И одна из них – это то, о чем говорит Сергей Витальевич Шариков неоднократно в своих трудах о том, что ребенок в госпитальной школе – это в первую очередь пациент. Соответственно, сама учеба должна носить характер комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации. И отсюда возникает еще одна проблема – ребенок ограничен. Ограничен различными ресурсами – временными, физическими и, в том числе, конечно же, мотивационными. Эти ограничения накладывает еще и пандемия. Однако мы работали в условиях карантина периодически задолго до ситуации с коронавирусом в нашем мире, потому что карантин в условиях больницы – это явление регулярное и нередкое. И, конечно, в работе мы отталкиваемся от все-таки индивидуальных потребностей и особенностей ребенка, и можем говорить об индивидуализации, персонализации и дифференциации обучения. Все эти противоречия, все эти проблемы призван решить, конечно же, цифровой контент. Это инструмент, который помогает их преодолеть. Однако проблем довольно много, и для каждой из них подходит определенный тип контента. И в поисках решения вот этой еще одной проблемы – огромное количество контента, который довольно сложно, так скажем, систематизировать. Мы обратились к статье Лоскута Александра Федоровича «Модель цифровой образовательной среды госпитальных школ» и пришли к выводу, что для решения вот этой вот проблемы контента на уроках необходимо создать определенное цифровое пространство урока, так скажем, но должно быть единым и цифровым. И решить данную проблему призвана интерактивная доска, о которой уже говорили коллеги на одном выступлении – «Мир». Это современный цифровой способ взаимодействия, который удобен для человека в любом положении, будь он очно или дистанционно подключен на уроки, и, соответственно, он помогает решить определенные проблемы, в том числе и гибридного обучения. Это ситуация, когда некоторые из детей находятся на уроке очно, а некоторые из них находятся в палатах в связи с карантином или по иным причинам. Но даже при таких щадящих и бережных условиях порой бывает, что ребенок урок, конечно же, пропускает. И доска Мира позволяет сохранить подробный конспект каждого урока и не пропустить ничего из того, что его сверстники уже усвоили. И одна из, в том числе, положительных сторон данной доски – это встраивание сторонных образовательных ресурсов. Тот самый момент, который преодолевается, когда мы говорим об огромном количестве цифрового контента. Он позволяет этот контент локализовать в едином цифровом пространстве. Соответственно, я на практике продемонстрирую, каким образом реализуется использование нами данной доски. И самые простые способы, конечно, это выкладка детьми, которые находятся на карантине или на дистанционном обучении домашнего задания. Мы часто сталкивались на дистанции с тем, что дети отправляли домашнее задание, получали оценку, но при этом не было возможности разобрать ошибки, которые случились, делать некую работу над ними, а суть все-таки проверки домашнего задания именно в этом. И ребенок, подгружая домашнее задание на эту доску, и может увидеть, в чем заключались его ошибки, можно проверить эти все вещи совместно с ним в режиме онлайн, или же он может просто наблюдать, как учитель прямо в прямом эфире исправляет какие-то вещи, подчеркивает, выделяет. И, конечно, принципы наглядности тоже помогают реализовывать данная доска, как, например, вот задание ЕГЭ под номером 4, где подгружены различные запоминающиеся картинки для того, чтобы данное задание успешнее выполнить. Однако, решая проблему с разнообразием контента, я привожу в пример вот этот фрагмент урока по заданию ЕГЭ номер 12 из русского языка, где ребенок, даже не присутствуя на уроке, может увидеть все, что делали мы с группой, посмотреть видео на YouTube, которое выложено здесь, прочитать теорию мобильного образования, которому изложено довольно доступно, и попрактиковаться на также двух ресурсах, это решу ЕГЭ и мобильное электронное образование, при этом не отставая абсолютно от работы класса и не упуская ничего из того, что было пройдено на уроке. И таким образом можно организовывать работу, используя абсолютно любые ресурсы, любой контент, который необходим учителю в конкретной определенной ситуации с конкретным определенным учеником. Потому как у каждого ученика такая доска может быть своя и отдельная, где будут выложены задания и контент, подобранные специально для него. Подробнее о контенте, о типах его расскажет моя коллега Александра Маратовна. Вам слово. Учебная деятельность в условиях больницы с использованием цифровой образовательной среды становится яркой и увлекательной, а мотивация к учебе, которую проявляет тяжелобольной ребенок, для госпитального педагога основополагающий учебного процесса. Важным компонентом учебной деятельности ребенка является контрольный слез знаний, осуществляемый после изучения определенного тематического блока. При этом, учитывая тенденцию у детей школьного возраста, скажем так, к материи учебной мотивации, было очень важно в доступной и понятной современным детям форме повторить учебный материал, закрепить полученные знания и дать ребенку возможность адекватно оценить свою деятельность в течение учебного периода. В этом нам помогает геймификация занятий с помощью платформы Куизис, превратившая контрольный слез знаний в увлекательную игру. Простите, пожалуйста. Важным компонентом и уровнем сложности. Например, более простые задания подразумевали выбор правильного ответа из множества предложенных. Это можно видеть на экране. Более сложные задания с открытым ответом. Также данная контрольная работа имела творческий компонент, включенный в одно из заданий, где детям предлагалось появить себя в роли художников и нарисовать заданные понятия. Это все видно на экране, как представлены эти задания на различных устройствах. Это важно, потому что у нас, к сожалению, не у каждого ребенка есть компьютер или планшет. Иногда бывает такое, что ребенок обладает только мобильным телефоном. Учащиеся проходят задания в своем собственном темпе, они не зависят от других участников. Таким образом можно не только проверить усвоение материала, но и выявить проблемные зоны отдельного ученика. Ребенок, двигаясь в собственном темпе, по окончании викторина получает определенное количество баллов. При этом хочется отметить, что сама платформа Квизис всячески проощряет участников игры, предлагая, например, двойные баллы за несколько правильных ответов в порядке или возможность перепройти какое-то задание, если ребенок ошибся. По итогам викторины учащимся была предложена возможность выбрать школьные сертификаты на то количество баллов, что они получили за выполненную работу. Пример одного из сертификатов можно увидеть на экране. Они были самые различные, к примеру, помощь домашним заданиям или выбрать тип следующей контрольной работы, и самая дорогостоящая отмена домашнего задания. Но, что удивительно, ни один ребенок не воспользовался этим сертификатом. Таким образом, учащиеся могут не только закрепить предметные знания и развивать навыки 4К. Это коммуникативность, критическое мышление, креативность и координация, а также попрактиковаться в умении грамотно распределять свои ресурсы, применяя навык финансовой грамотности. Подобный контрольный срез знаний, учитывающий не только весь пройденный материал, но при этом отвечающий личным и учебным интересам учащихся, является примером того, как с помощью цифровых технологий можно поддержать интерес детей к такому учебному предмету, как русский язык, а также развивать различные навыки, необходимые детям для жизни в современном мире. Мы убеждены, что миссия педагога – это быть проводником на пути научного познания, а не просто транслятором информации. И цель педагога госпитальной школы, которая использует возможности цифровой образовательной среды, это добиться, чтобы учащиеся были вовлечены в учебный процесс, а не просто концентрировались на болезни и не просто были молчаливыми слушателями, а проявляли активность на уроках, и чтобы эта активность оставила свой цифровой след. Разнообразный и интересный цифровой контент – незаменимый ресурс индивидуализации образовательного процесса любого ребенка. И хочется сказать, что, коллеги, если у вас возникают, может быть, какие-то вопросы или предложения на нашу тему, то вот мы тут прикрепили наши электронные почты, пожалуйста, мы будем очень рады услышать какую-то обратную связь или вопросы, которые могут возникнуть. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Так, ну, вопросов в чате пока что не возникает. Ну, вот вы показали один фрагмент, где использовали в том числе и мобильные телефоны. Вот, здесь я, конечно, хотел бы, да, вот, наверное, такой вот нотку дискуссии, да, ввести по поводу, все-таки у нас есть правила и нормы санитарные, да, и вот, ну, насколько вообще долго ребенок может работать с гаджетом в таком формате, да, используя именно мобильный телефон? Если речь идет об обучении именно вот таком дистанционном, который сейчас приобретает популярность, ну, в связи с сложившимися обстоятельствами, то это 20-30 минут максимум. Да, у нас есть требования определенные, где прописано, что ученики до 9 класса занимаются, сейчас я могу обмануть, но, по-моему, 30 минут, старшая школа — это 35 минут, то есть четкие ограничения, конечно, существуют. Спасибо большое. Опять же, с вашего позволения, мы потом попросим презентации, да, для того, чтобы распространить среди коллег, которые зарегистрируются на сайте мобильного электронного образования. Так, я передаю слово следующим спикерам. Это Будан Лариса Владимировна, тьютер, учебный предмет биологии, и Волченкова Марина Валерьевна, тьютер, учебный предмет география, с темой выступления «Применение цифровых технологий на интегрированных занятиях по географии и биологии» как средство развития познавательной активности учащихся, находящихся на длительном лечении. Уважаемые коллеги, знаете, вот мне кажется, учителя географии вообще самые активные у нас учителя на этой конференции. Вчера у нас было три целых выступления от учителя географии, а если еще и посчитаем Александра Михайловича Контакова, то четыре выступления. Поэтому продолжаем вот такую связь и с первым днем нашей конференции. Уважаемые коллеги, дам вам слово. Здравствуйте, коллеги. Работая в госпитальной школе, мы невольно сталкиваемся с определенными рода трудностями при обучении детей, которые длительно находятся в нашей больнице. Во-первых, это ограничение дидактического и наглядного материала. Мы не работаем с печатными учебниками, мы не можем демонстрировать детям живые объекты, приносить какие-то природные материалы, проводить опыты, эксперименты по нашим предметам. Существует жесткий асептический режим, это все ограничивает изучение биологии и географии в полной мере. А во-вторых, на изучение наших предметов отводится меньшее количество часов по учебному плану. А в некоторых случаях мы наблюдаем отставание учащихся по изучению предмета от своей возрастной группы, либо отставание внутри своей возрастной группы. А в-третьих, у ребят нередко в процессе лечения наблюдается тяжелое физическое состояние, психологическое состояние, это депрессия, стресс, снижение памяти, заторможенное письмо и так далее. Отсюда и снижение всей познавательной активности при изучении предметов. И учитывая все эти трудности, мы считаем, что должны всеми способами продолжить развивать эту познавательную активность в наших детях. Например, через интегрированные занятия по географии и биологии. Применяя цифровые технологии на таких занятиях, мы прорабатываем отдельные темы более подробно, восполняем имеющиеся учащихся пробелы в предметных областях. Это позволяет разнообразить дидактический материал и таким образом развивать познавательную активность учащихся. Кроме того, следует отметить, что особенности образовательной среды в госпитальной школе включают в себя различные формы проведения занятий. Например, это могут быть индивидуальные занятия или групповые занятия. Каждый из этих форм проведения занятий имеет свои плюсы и минусы. Однако есть нечто общее. Это открытое пространство. Медицинские сотрудники, родители, другие учащиеся всегда могут проходить мимо тех мест, где проходит занятие. Это нестандартные классные помещения и существует некая неопределенность. Мы никогда не можем четко сказать, будут ли присутствовать все дети на групповом занятии. Придется ли ученику уйти в середине занятия на какую-то процедуру. Если говорить об интегрированных вне классных занятиях, то у нас могут ученики присоединиться уже в процессе проведения занятия, проходя мимо и заинтересовавшись тем, что делают ребята. Интегрированные вне классные занятия дают нам возможность решить проблемы, например, для ребят, которые занимаются индивидуально, потому что они изолированы даже в рамках медицинского учреждения. Если им разрешено присоединиться к внеклассному мероприятию, то у них появляется возможность социализироваться, общаться, найти новых друзей, и, соответственно, у них возникает большая мотивация к процессу обучения. Для тех же ребят, которые занимаются на групповых занятиях, есть возможность познакомиться с кем-то новым, потому что внеклассные занятия проводятся для ребят разных возрастов. На наших занятиях мы используем такие онлайн-платформы и сервисы, как мобильное электронное образование, General Lee, Canva. Мы также пользуемся интерактивными досками, планшетами, компьютерами и дополнительными материалами, микроскопы, конструкторы Lego, пластилин, то есть тем, что необходимо нам в зависимости от конкретной цели и задачи занятия. Мы работаем в трех направлениях. Это интегрированные внеклассные занятия, интегрированные урочные занятия, а также индивидуальный проект, который может быть выполнен путем интеграции нескольких предметных областей. Онлайн-платформа МЭО позволяет нам использовать разные материалы на занятиях. Это и теоретические, как тексты, какие-то интересные факты, а также визуальные материалы, это карты, фотографии. Мы используем и разноуровневые задания. Нашим учащимся знаком и понятен интерфейс платформы, и дети с легкостью находят нужный материал, теоретический, визуальный, на том или ином уроке, который мы хотим использовать на наших занятиях. Таким образом, мы активно используем разнообразные задания для того, чтобы повысить интерес детей к нашим предметам. Мы используем сервис Genial.ly как на интегрированных урочных занятиях, так и на внеклассных мероприятиях. На интегрированных урочных занятиях сервис позволяет нам создать анимированный интерактивный контент и геймифицировать, например, проверочные работы. В данном случае перед ребятами стояла миссия. Им нужно было вернуть в музей пропавшие картины, и для этого приходилось выполнять различные задания. Самое первое задание было самым сложным. Нужно было на английском понять, что от них требуется. Здесь мы смогли обсудить, что разрешено делать в музее, а также познакомиться с надписями, которые они могут встретить в любом музее на английском языке. Это различные информационные таблички. И дальше ребята уже приступали к выполнению занятий, заданий. Все задания здесь построены в тестовой форме, где есть единый верный ответ. Но платформа позволяет встраивать текстовые работы, а также карты, рисунки. И в зависимости от цели проведения нашего занятия мы можем подобрать необходимый нам контент. Так как в данном случае мы использовали платформу на очном уроке, то текстовое задание включало в себя необходимость проведения лабораторной работы с микроскопом. Таким образом, кроме групповых заданий и проверки знаний, мы также дали ребятам возможность выполнить индивидуальные лабораторные работы и поработать с картами. При выполнении заданий данной игры дети быстро переходят к следующему этапу. Но если они не справились или ошиблись, то они возвращаются на предыдущий уровень, не теряя в данном случае музейную реликвию. Таким образом, дети повторяют выполнение задания, добиваются правильного ответа. Мы в это время их контролируем. На таком интегрированном занятии мы используем групповую, индивидуальную работу, как уже было сказано, и это важно для нас. На занятии могут присутствовать дети, которые прошли эту тему, и дети, которые поступили вновь. Ребята могут общаться, учить друг друга. А у вновь прибывших есть мотивация успешности. Данная платформа позволяет на занятии изучить новый материал, проверить усвоение материала предыдущего, закрепить пройденное, выявить какие-то проблемные зоны в разных предметных областях и восполнить пробелы в знаниях. Также на внеклассных занятиях интересно то, что мы можем использовать абсолютно нестандартные задания и задания, которые позволяют развивать творческий потенциал. Например, в данном случае нужно было собрать скелет динозавра из ватных палочек. Интересно то, что сама платформа уже в шаблоне такой интерактивной игры содержит в себе необходимость проявить смекалку и догадаться, что для того, чтобы увидеть варианты ответов, необходимо взять факел и переместить его по экрану. Также мы используем Canvoo. Это сервис, который позволяет создавать различные объекты, основанные на графическом дизайне. Это могут быть индивидуальные проекты создания презентаций, плакатов, различных открыток и так далее. Мы их используем для создания брошюр по тематическим блокам. И плюс в том, что легкий интерфейс платформы позволяет создать нам странички брошюры, которые будут включать именно те задания, которые нам нужны на конкретном занятии для отработки конкретных навыков или усвоения определенного материала, как, например, концептуальная карта или concept definition map, которая позволяет нам проработать текст и ввести новое понятие кишечно-полостные в нашу урочную деятельность и предметную область. Так как различные распечатки дети часто забывают, теряют, да и пишут порой с разной скоростью, то такие вот брошюры нам очень помогают в работе. Потому что брошюры – это красочный конспект урока с заданиями, либо с рисунками, и с рисунками, и с заданиями кроссвордами и так далее. Брошюры позволяют индивидуализировать работу. У каждого остается свой экземпляр, в котором есть краткая информация по теме, свои какие-то пометки. Работа с брошюрой помогает актуализировать знания, вовлечь учащихся в учебный процесс. В брошюрах мы используем интеграцию разных предметных областей. Работая в группах индивидуально, у ребят развиваются коммуникативные навыки, навыки работы в команде. И такие брошюры позволяют нам развивать и повышать познавательную активность учащихся. Ну а самое важное, что у ребят есть конкретный пример, «Что можно сделать?». И ученица девятого класса изъявила желание создать свою собственную брошюру, основываясь на своем интересах и увлечении пандами. Она создала книжку для своих младшего брата и младшей сестры, в которую включила не только интересные факты, но также и различные задачки, а также англо-русский словарик, и даже страничку, на которой было необходимо нарисовать целую семью панд. Таким образом, девочка освоила совершенно новые навыки дизайна для себя и теперь может применять их в своей жизни. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Да, вот я вижу, опять же, приятные слова. Спасибо за интересное выступление. Спасибо, все очень четко и понятно. Для нас практиков пишут коллеги. И я вот еще раз обращаю внимание на вот это вот действительно важность интеграции различных ресурсов и использований. То есть действительно педагог в поиске оптимальной для себя, для решения конкретных задач на этом уроке, выбирает те средства технические, дидактические, которые он будет использовать. Благодарю коллег за такое выступление. И рад представить, предоставить слово следующим спикерам. Это Смирнова Вера Владимировна, учитель русского языка и литературы школы «Гармония». Региональная площадка «Учим-знаем» Удмуртская республика. Тема выступления – использование цифровых технологий на уроках литературы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу рассказать о своем опыте использования цифровых технологий на уроке литературы. Использование современных цифровых технологий в школе – это уже, конечно, стало нормой жизни. И личное образовательное пространство учеников сегодня не ограничивается только образовательной средой школы. Дети могут обучаться, не выходя из дома или, как вот в нашем случае, из больничной палаты. Особенности отделения гематологического профиля определяют, конечно же, содержание образовательной среды и состав специальных условий для осуществления учебной деятельности. Не все дидактические материалы педагоги могут принести с собой, а электронный гаджет всегда можно продезинфицировать и вновь использовать на уроках. Обучение в информационно-образовательной среде на основе использования современных средств обучения сегодня актуально, так как наши ученики постоянно мигрируют. То находятся в медицинском учреждении, то уходят на амбулаторное лечение, обучаются дома, то уезжают в другие медицинские центры страны. И мобильное и электронное образование стало для проекта «Учим, знаем» таким единым электронным образовательным пространством. И переезжая из одного места в другое, ребенок не испытывает стресса, он не адаптируется к новой системе обучения, у него меняются только учителя. Обучение же литературе имеет свои особенности. Детям необходимо иногда бывает читать довольно объемное произведение, а по состоянию здоровья они не всегда могут это сделать. А вот интерактивные учебные онлайн-курсы в МЭО, они содержат фрагменты текстов, с которыми можно работать на уроке. Кроме этого, курсы расширяют информационно-учебное пространство, они позволяют индивидуализировать обучение, помогают создать ситуацию успешности, способствуют социализации обучающихся, интерактивные материалы увлекают учеников. Избыточность, разнообразие заданий и форм, предъявление учебной информации, разноуровневость содержания позволяют реализовать принцип вариативности содержания, обеспечить гибкость и адаптивность образовательного процесса, что в свою очередь позволяет реализовать персонализацию обучения. Разнообразие инструментов и сервисов для работы с информацией помогают организовать учебный процесс на высоком уровне. В учебные курсы по литературе включены необходимые виды работ по развитию речи. Это чтение наизусть, словарная работа, различные виды пересказа, устные письменные сочинения, доклады, диалоги, творческие работы, подбор иллюстраций. А каждое занятие в МЭО предваряется заданием к занятию. Результатом выполнения такого задания является какой-то некий конечный продукт. Вот в данном случае небольшая статья об истории Лизиного пруда. Задание к занятию имеет продуктивный характер, направлено на развитие креативного мышления ученика, развитие его творческих способностей и, конечно же, на повышение мотивации к обучению. Задание обязательно содержит описание конечного продукта, который может быть представлен в разных формах. Ну, то есть сочинение, эссе, реферат, таблица, устное высказывание, страница в Фейсбуке, вопросы к интервью и так далее. Я хочу рассказать о цифровых технологиях, которые помогают нашим ученикам реализовывать свои идеи. И речь пойдет о сервисе. Вот здесь немножко подхватила коллег предыдущего выступления, помогающим создавать вот эти самые конечные продукты. Это сайт Канва. В нем можно создавать буклеты, открытки, инфографику, плакаты, афиши, настольные игры. То есть любую полиграфию. Мы просто в Канве выбираем нужный шаблон, редактируем его, распечатываем на цветном принтере. И у нас есть готовый продукт. Возможности сервиса подойдут для любого возраста. Работая в этом сервисе, ребенок учится искать и находить информацию в художественном тексте, интерпретировать информацию, компоновать, сокращать, подбирать самостоятельные иллюстрации, фоны, подбирать тип, цвет и размер шрифта. Умение работать в графическом редакторе мотивирует к самостоятельности, развивает воображение. Более того, ученик получает возможность реализоваться, благодаря чему он попадает в ситуацию успеха, что способствует его саморазвитию. Приведу примеры. Ну, например, вот у нас есть в МЭО урок по повести Муму Тургенева, и он вдохновил нас на создание буклета, посвященного литературоведческим понятиям. В МЭО нам предлагают найти определение термина портрет, интерьер и объяснить роль этих понятий в произведении. Ученица подготовила теоретическую информацию, нашла в тексте портрет Герасима, описание интерьера его коморки. И в итоге в буклете представлено определение литературоведческих терминов, примеры из текста, иллюстрации, вывод, оформлен титульный лист. На обороте есть место для самостоятельной работы. Вот так вот выглядит готовый буклет, трехстраничный буклет. А вот урок по повести «Белая ночь» Федора Михайловича Достоевского дал идею создать инфографику. Вообще инфографика – это способ передачи информации с помощью графических изображений. Это такой некий самостоятельный источник информации, в котором есть все необходимые сведения и факты для читателя. На инфографике остаются лишь важные факты, выдержки из текста. Все лишнее мы отбрасываем. Поэтому воспринимать информацию при помощи инфографики проще. Как известно, произведение «Белой ночи» состоит не из глав, а из ночей. Ночь первая, ночь вторая. Вот по этому принципу и создана была инфографика. События каждой ночи изложены очень кратко. Для этого ученику нужно было выбрать только самую главную информацию в тексте. В графику добавлены иллюстрации и стикеры, которые также нужно было подобрать строго в соответствии со смыслом того, что мы излагаем в инфографике. Инфографика, пожалуй, лучший способ передать информацию удобно и наглядно, поэтому ее часто используют на сайтах, в блогах, в интернет-изданиях. Если помнить, что оформлением инфографики занимаются дизайнеры или иллюстраторы, а текстами копирайтеры, то мы фактически еще и осваиваем азы некоторых профессий. Вот так вот выглядит инфографика в готовом виде. Это ученик, который подготовил дизайн этой инфографики. И еще один пример хочу привести. Это урок по рассказу «Бежен лук» для знакомства с циклом «Записки охотника». Нам предлагается он в мобильном и электронном образовании. Задания к этому интернет-уроку предполагают знать характеристики героев пятерых мальчиков. Это задание вдохновило нас на создание такого конечного продукта, как резюме. Например, мы подготовили резюме Павлуши, описан его портрет, контакты, то есть в каком рассказе его можно найти, его навыки. Даны все характеристики литературного персонажа. А ученик же знакомится с таким важным, получает такой важный навык, как написание резюме. Вот так в готовом виде выглядит у нас резюме Павлуши. Это Анастасия Богданова, которая занималась, готовила информацию для резюме. Ну и еще один пример. На него нас вдохновил урок о Александре Ивановичу Куприне, об этапах жизни и творчества его. Мы узнали, что Куприн был спортсменом, занимался боксом, плаванием. И мы с одним одиннадцатиклассником провели небольшое исследование и выявили, что Пушкин тоже занимался боксом, а Набоков занимался футболом. И так родилась игра. В ходе этой игры игрокам нужно определить, каким видом спорта занимался Пушкин, Толстой, Куприн. Всего шесть писателей, то есть шесть карточек. Информация дана в зашифрованном виде, то есть сам вид спорта не назван. А карточку писателя нужно соединить с карточкой соответствующего спортсмена. Вот, например, вот так. Ну, то есть угадать, что Набоков занимался футболом и положить к нему футболиста Аршавина. Сделана игра на шаблоне открытки. Одиннадцатиклассник у нас самостоятельно подобрал и отредактировал информацию о писателях, о спортсменах. А в конце игры мы предлагаем игрокам такие карточки, что мы вот не на ходу выдумываем, да, кто чем занимался, а что действительно вот Владимир Набоков ни разу за три года в Кембридже не навестил университетской библиотеки и даже не знал, где она расположена. Но зато постоянно играл в футбол. Таким образом, курсы мобильного и электронного образования увлекают учеников, помогают учителю создать ситуацию успешности, вызывают потребность прочитать произведения полностью или узнать что-то еще новое о каком-либо писателе. Но надо сказать, что мобильное и электронное образование вдохновляет нас на создание собственных продуктов, развивает способности и таланты наших детей, удовлетворяет познавательные интересы, помогает достичь новых образовательных результатов, созданные при помощи цифровых технологий, но своими руками все-таки буклет, открытка, игра, афиша, резюме. Они никого не оставят равнодушным. Дети с удовольствием увозят свою полиграфию домой, а мы уверены, что знания, добытые самостоятельно, останутся с ними надолго. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересное выступление, честно говоря, даже для меня. Я не знал, что Пушкин занимался боксом. Еще фехтованиями прекрасно ездил. Ездил на лошадях. Только со стрельбой не получилось. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас больше нет выступлений на данной секции. Я не слышу. У нас мы завершаем работу третьей секции «Цифровые технологии в госпитальной педагогике». Действительно потрясающе, насколько широка палитра тех технологий и подходов, которые используют педагоги в различных образовательных областях. с использованием сочетания традиционных наших методов педагогических и современных средств цифровых технологий. Где-то вынуждены, где-то в целях каких-то расширения возможностей преподавать свой предмет. Уважаемые коллеги, я хотел бы посмотреть, есть ли какие-то вопросы в чате. В чате пишут «Спасибо огромное за опыт, который вы распространяете. Успехов в вашем нелегком и нужном труде». Очень познавательно и интересно пишут нам коллеги. Ну что ж, мы с коллегами из федерального проекта «Учим, знаем», сотрудничаем уже несколько лет. И мы очень рады такому, на самом деле, тесному сотрудничеству. Заранее, наверное, говорю, следите за анонсами. Сегодня у нас проходит также серия вебинаров, такой некий цикл с проектами, с участниками проекта «Учим, знаем», где, может быть, более подробно в течение длительного времени можно будет раскрыть какую-то более узкую тему. Ну и также, опять же, повторюсь, мы готовы принимать участие в тех проектах и в тех мероприятиях, которые организуются как раз федеральным проектом «Учим, знаем». Огромное спасибо всем спикерам за сегодняшнее выступление. Огромное спасибо Александру Федоровичу за невероятную помощь в подготовке и организации нашей конференции. Он полностью на себя взял организацию секции номер 3, за что мы ему, конечно же, премного благодарны. Александр Федорович, лично от меня и от команды мобильное и электронное образование, также вам огромная благодарность. Если, да, у кого-то из спикеров... У меня есть. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. В свою очередь, я от лица про проект «Учим, знаем», выражаю вам за прекрасную возможность поделиться нашим опытом. Я думаю, для всех коллег, как с флагманских площадок, так и с региональных площадок, это прекрасная возможность в первую очередь испытать себя, да, и в целом подытожить свой опыт и, конечно же, поделиться. Надеюсь, то, что мы делаем, всем вам полезно. Мы будем продолжать делиться своим опытом. Хотел бы, пользуясь возможностью, анонсировать, что 25 февраля у нас пройдет очередной вебинар из серии «Госпитальная педагогика», посвященный цифровым ресурсам. На уроках русского и литературы мы раскроем эту тему более подробно. Вот, поэтому всех приглашаем к просмотру, всем успехов. Еще раз спасибо большое компании мобильное и литературное образование. Спасибо, Игорь Сергеевич. Спасибо большое. Ну что ж, тогда я, наверное, еще раз скажу, что участники могут оформить несколько сертификатов, несколько видов сертификатов, это сертификат слушателя, посетившего одну из секций, и получить сертификат о прослушивании данной секции, который приравнивается к трем академическим часам. Можно также приобрести пакет профи, либо пакет эксперт на сайте мобильного и электронного образования, в котором будет прописано 18 часов, то есть для посетителя всей конференции двухдневной. По итогам конференции после 7 февраля, то есть следующей недели, данный сертификат можно будет обменять на краткосрочные курсы повышения квалификации на удостоверение государственного образца после проведения аттестации соответствующей. Также нужно сказать о том, что мы приглашаем всех коллег к публикации своих трудов и трансляции своего опыта в печатном виде в нашем сборнике, который индексируется РИНС. И, конечно же, стоит сказать о том, что школы, дети школьного возраста, а также система СПО колледжей могут, имеют возможность бесплатного получения доступа к контенту мобильного и электронного образования, зарегистрировавшись в проекте «Цифровой образовательный контент». Ну и отдельное спасибо нашим информационным партнерам, партнерам, которые помогли нам в распространении информации о проводимом мероприятии. Это методический журнал «Логопед» и «Учительская газета». На этом, наверное, программу секции номер 3 можно считать закрытой. И...